Дорогие друзья, здравствуйте! 8 октября 2020 года у нас на календаре. Очередной вебинар портала Priam.ru начинается. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала. Тема у нас сегодня и очень интересная, и очень актуальная. О Португалии, о португальской недвижимости в последнее время говорят часто. Причин тому несколько. Первая, наверное, основная связана с возможностью получения золотой визы в Португалии и в дальнейшем получения гражданства через покупку недвижимости. Соответственно, эта тема интересная. Ну и вторая история сейчас, в принципе, активно речь у потенциальных покупателей заходит о том, чтобы покупать и при этом не потерять свои деньги. Тем более, что золотая виза, она, ну, удовольствие, скажем так, прям не самое дешевое. И, соответственно, сегодня мы будем общаться как раз с компанией, которая предоставляет, условно говоря, два решения в одном. С одной стороны, это возможность приобрести недвижимость и получить с помощью, через это приобретение, золотую визу. И второе, это возможность каким-то образом зарабатывать, то есть инвестировать в Португалии, тем более, что португальский рынок считается, ну, по европейским меркам, вполне, вполне интересным для инвестиций. Итак, я с удовольствием представляю свою собеседницу. Это Ксения Юркина, представитель компании Ombria Resort в России. Ксения, здравствуйте, давайте связь проверим. Да, добрый день всем. Как меня слышно и видно? Слышно и видно отлично. Дорогие друзья, у нас традиционно работает чат. В чате, я уже вижу, многие это оценили. Можно задавать вопросы. На большую часть мы постараемся в режиме диалога с Ксенией ответить, но если что-то вдруг у нас не получится, традиционно по завершении вебинара через пару дней материал с презентацией проекта будет опубликован на Прианру. Ну, и важный момент, коллега Ксения и Мария сейчас готовы отвечать на вопросы в чате письменно. Соответственно, какие-то вопросы у вас есть по Португалии, по конкретным нюансам проекта, пожалуйста, задавайте их. И, соответственно, Мария будет отвечать, параллельно мы будем делать этот чат. Ксения, ну, давайте начнем с вами уже. Сегодня у нас такая насыщенная программа. В двух словах немножко о вашей компании. Кого вы представляете и что такое Амбрия Резорт? Да, еще раз всем добрый день. Наша компания Эрмитаж Групп является официальным представителем проекта Амбрия Резорт в России и в странах СНГ. Поэтому мы оказываем информационные услуги, услуги перевода. Мы некое связующее звено между потенциальным покупателем и самим проектом. То есть по всем вопросам можно к нам обращаться. Как давно вы работаете? Буквально несколько слов. Мы глобальнее потом поговорим о проекте. Что это за проект? Как давно он работает и в каком состоянии находится сейчас? Кратко, более подробно поговорим позднее. Да, работаем мы с проектом самого его основания с 2017 года до сегодняшнего момента. То есть мы ведем с самого-самого начала. То есть он растет у нас на глазах. Ну и в двух словах, вот сам Амбрия Резорт, что это такое? Да, это у нас курорт, который находится на юге Португалии в солнечном регионе Альгарва. Я думаю, многие наслышаны об этом регионе. И он предоставляет различные инвестиционные возможности от апартаментов до вилл. Да, вот на карте видно. Да, такая карта, она однотонная. Такая получилась у нас Альгарва. Здесь показана, разумеется, не вся Португалия. Вся Португалия, она сильно выше. Вот здесь как раз юный регион Альгарва. И, соответственно, место, где находится проект Амбрия Резорт. Ксения, ну давайте изначально все-таки напомним в нескольких словах. Я думаю, что многие из наших зрителей это знают. Но, тем не менее, историю, связанную с базовым условиям, когда мы говорим о золотой визе. Что это такое в Португалии? Как это работает? И потом уже перейдем к тому, как, собственно, вы помогаете в этом вопросе. Да, конечно, много уже было сказано о золотой визе, об этой программе. Она достаточно популярная на российском рынке, насколько я знаю. У нас даже есть слайд, посвященный как раз золотой визе. Что стоит сразу отметить? Золотая виза – это ВНЖ через инвестиции. То есть у нас можно получить просто вид на жительство, не вкладывая ничего, либо получить вид на жительство через инвестиции. Это две разные программы, их не стоит путать. Золотая виза предлагает потенциальному инвестору очень лояльные условия. То есть вам не нужно жить 183 дня в году, как для обычного ВНЖ. Достаточно жить в год или находиться в Португалии 7 дней в году. Этого будет достаточно, чтобы у вас была золотая виза. Но самое, конечно же, основное условие – это инвестиция, потому что это вид на жительство через инвестиции. Если мы говорим в целом о золотой визе, то можно ее получить благодаря инвестиции от 280 тысяч евро. Если мы говорим про Амбрию, то это 500. То есть у нас рамка и планка здесь 500 тысяч, потому что мы говорим о новостройке, а не о старом фонде. То есть первое условие – 500 тысяч. 7 дней в году вы находитесь в Португалии. В принципе, и условие, что у вас нет никакой криминальной истории. И, в принципе, все на этом. Но золотая виза, она очень, конечно же, выгодна по многим параметрам. Приобретая ее, вы автоматически можете включить и получить вид на жительство не только для вас, но и для ваших детей, и для ваших родителей. И в Португалии очень лояльное условие, потому что детьми там считаются люди, так скажем, до 26 лет. То есть это все равно считаются дети. То есть если вам 25, ваши родители тоже вас могут включить в программу, и вы получите автоматически золотую визу. То есть это достаточно удобно. И еще, наверное, здесь стоит обратить внимание на затраты, потому что тоже множество вопросов возникает. Сколько это стоит удовольствия? Сколько это стоит, помимо, собственно, той суммы, которую придется заплатить за основную недвижимость? Да. То есть на слайде тоже можно посмотреть цены. То есть, во-первых, это application fee, да, то есть это такой взнос за подачу заявления на золотую визу. Далее это сама стоимость золотой визы, да, это 5300. За каждого члена семьи, соответственно, мы будем платить 5300. И дальше за обновление золотой визы мы ее обновляем через год, потом через два года, через два года и, соответственно, через два. Да, то есть потом через каждые два года мы ее обновляем. Золотая виза продлевается, если вы соблюдаете все условия, да, о которых мы сейчас упомянули. То есть на семью 25 тысяч евро где-то затраты на получение золотой визы. Сразу пошли вопросы, ну, вот именно касательно, если ребенку 28 лет, может ли он подоградаться вместе с родителями? Нет, нет, строго до 26 лет. Строго до 27 лет, и если он не состоит в браке, ребенок до 26 лет, и если он, например, очно где-то обучается, то есть вы должны доказать, что ваш ребенок на вашем ежедневении. Ну и вот вопрос 500, а не 300, вот это, наверное, давайте еще этот момент поясним. Действительно, в Португалии несколько программ. То есть, программа-то одна, но финансовая граница разная. Да, они в такой условии, да. То есть можно получить от 280, если вы покупаете в старом фонде, да. Далее идет планка, это 300 тысяч. Вы инвестируете 300 тысяч тоже в старый фонд при условии, что вы внесете собственное средство на его реставрацию. Поэтому сумма, соответственно, меньше. Амбрея Резорт – это новостройка. Здесь никакой реновации не требуется на данный момент, поэтому сумма у нас здесь 500. Вопрос сразу идет как бы по ипотеку, да, но… Да, все возможно. Возможно рассрочка, возможно ипотека. Сейчас низкие проценты в Португалии на ипотеку, 1-1,5%. То есть мы можем предоставить информацию, поделиться банками, какую-либо информационную услугу оказать в этом плане. Ипотека и рассрочка возможны. Ну что ж, вот у нас пошли вопросы. Коллеги, вижу их, обязательно отвечу. Очень приятно, что сразу такой интерес вызвала эта тема. Давайте мы сейчас несколько слов скажем сначала о проекте теперь. Значит, и вернее даже вот с чего начнем. Вот ваше участие в получении золотой визы. То есть за вами стоит некий проект, да, и вы этот проект предлагаете. Покупка этого проекта при определенных обстоятельствах позволяет претендовать на вид на жительство. Единственный вопрос, как вот сочетается покупка и ВНЖ в вашем случае? Что и в чем вы здесь помогаете, как это происходит? Да, то есть потенциальный покупатель обращается к нам, да, говорит, что мы хотим приобрести апартаменты. Если они превышают, да, оговоренную сумму, то мы связываемся с адвокатом. Да, для получения золотой визы, Ambria Resort сотрудничает с рядом адвокатов. Тут на ваше усмотрение мы вам рекомендуем. Вы выбираете любого адвоката по вашему усмотрению. Мы вместе с вами связываемся, оказываем переводческие услуги. Если, да, потенциальный покупатель не говорит на английском, на португальском, либо на испанском, мы говорим на всех этих языках. То есть здесь именно языкового барьера никакого не будет. Мы ведем вас за руку по всем ступеням данного процесса и работаем уже с адвокатами, с вами. То есть мы, опять же, связующие с днем. Окей. Сразу уточню, мы нас действительно могли не совсем правильно понять. Проект, о котором мы будем сегодня говорить, безусловно, там есть возможность получения ипотечного кредита, но получить ли вы ВНЖ в случае покупки через ипотеку, это все равно такой довольно деликатный момент. Вы все равно должны внести основную сумму. Ну, давайте расскажите тогда вы, наверное. Да, да, да. То есть здесь очень много... И может быть, тоже добавят что-то в чате. Очень много есть исключений, нюансов. Нужно говорить уже с адвокатом, да, и с банком, соответственно. Но основное правило программы вы обязаны внести, да, единовременно вот эту сумму 500 тысяч евро. Например, вы можете внести, допустим, у вас апартаменты могут стоять 900 тысяч евро, вы можете сразу же внести 500 тысяч, а оставшуюся часть 400 тысяч сдать в ипотеку. Тогда вы имеете право поддаваться на ВНЖ. Но если вы не внесли данную сумму, то тут нужно уже разговаривать с адвокатом. Возможно, есть какие-то лазейки, но это очень деликатный вопрос, да, как вы правильно уже сказали. Окей. Итак, давайте сейчас вопросы продолжают поступать, а мы сейчас возьмем небольшую паузу. И перед тем, как начать говорить о, собственно, самом проекте, я предлагаю, у нас есть маленький 40 секундный, насколько я понимаю, ролик. И сейчас я попрошу наших коллег его включить. Он всего длится 40 секунд. Это такой ролик-рендер, да, как этот проект будет выглядеть, и потом мы о нем через несколько секунд поговорим. Ну, вы пока начинаете рассказывать, наверное, о чтении, потому что... Нет, все, уже не начинаете, уже ролик сейчас... Отлично. Так, пожалуйста. Отлично. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дальгаровы – это не сразу прибрежная линия, да, это не береговая линия, у нас до моря нужно будет ехать 10-15 минут на машине, до Фару, где у нас находится ближайший международный аэропорт, 20 километров, до Севилии, испанского ближайшего города, до крупного 2 часа, 2,5 часа на машине. То есть такое удобное месторасположение, до Лиссабона 2-2,5 часа дальше. Ну вот так вот выглядит проект, по крайней мере, план проекта. Несколько слов. Понятно, что в плане ориентироваться, ну так, не самое простое, но тем не менее, из чего он будет состоять. Да, ну можно просто понять масштабы территории самого проекта. То есть зеленая часть, которая у нас огибает вот эту желтенькую, да, желтовая часть, это все гольф-поле. Гольф-поле у нас уже готово. То есть если среди наших участников вебинара есть гольфисты, всех с радостью ждем уже при открытии границ играть на новейшем гольф-поле, построенном по всем международным стандартам, уже в прошлом году мы его сдали. И вот желтая часть середины, это уже жилая часть, которая будет состоять из апартаментов и из вилл. Если вот это, опять же, рендер проекта, то есть он будет выглядеть примерно так. Давайте тогда несколько слов о цифрах. Вот, собственно, само по себе это отель, да, или не совсем так? Не совсем. У отеля будет несколько частей, поэтому очень большое разнообразие именно для инвестиционных возможностей. Здесь будем уже подбирать для каждого покупателя в зависимости от каких-то целей и возможностей. Одна часть нашего курорта, это действительно отель Виссерой, да, люксовая цепочка отелей будет представлена. Вторая часть, это апартаменты, которые будут управляться Виссерой, да, под управлением Виссерой, это 65 апартаментов. И третья часть, это виллы, их будет 12. Они будут немножко вдалеке, да, таким особняком стоять. Значит, мы сейчас говорим, вот если оценивать этот слайд, мы говорим о недвижимости, которая в фазе 1. Да, да, мы сейчас говорим о фазе 1, да, то есть у нас в 22-м году, в первом квартале эта фаза завершится. Ага. Итак, вот она фаза 1, как раз слайд, чуть-чуть забегая вперед, у нас есть резиденции и есть виллы. Да, все верно. И вы предлагаете недвижимость под гостиничным управлением, но не в самой гостинице. Это будет рядом, это будет одна часть, то есть там будут в перемешку находиться и гостиничные номера, и ваш личный апартамент, это будет все одна территория. Большой плюс, все собственники, да, могут воспользоваться всей инфраструктурой отеля пятизвездочного, то есть спа, ресторанами, бассейном, зоной отдыха, бич-клабом на пляже, трансферами, это все будет доступно, да, для всех собственников. В каком состоянии сейчас находится проект? Это еще стадия строительства, и, соответственно, о каких сроках сейчас можно говорить? Да, сейчас у нас идет строительство активно, никакие сроки у нас не сдвинулись ввиду ситуации в мире, да, строительство, стройка продолжалась с учетом всех предписаний. И сдаем мы апартаменты в первом квартале 22-го года, ориентировочно январь-февраль. Ну, давайте просто покажем, вопрос, далеко ли от Марбелия этот проект? Так, мы ехали на машине до Марбелия часов пять. Часов пять. Значит, давайте... То есть имеется в виду Малага, да? Ну, да, Малага, Марбелия. Скажем, престижный район Италии. Значит, сейчас я просто несколько кадров загрузим. Это просто, ну, можете, наверное, прокомментировать. Это пока еще рендеры, но тем не менее. Ну, да, это рендеры, это главная площадь отельная, где можно гулять, где здесь будут рестораны, зоны отдыха. То есть это такое уютное... Они сделали стилистику уютной португальской деревушки. То есть очень действительно уютно, и в окружении, да, это находится у нас проект в заповеднике. Очень важно отметить, то есть в сердце природы, и ничего, кроме этого проекта, больше здесь не будет. Единственное разрешение у нас получило Амбрия, настритесь-то в этой заповедной зоне. Следующий вопрос, который, наверное, тогда есть. Раз вы сказали уже несколько слов о том, что проект находится в стадии строительства, было бы интересно посмотреть. У нас как раз такой вопрос уже прозвучал, как все это выглядит в настоящий момент. Давайте тогда... Вы пока рассказывайте, а как только у нас очередной небольшой ролик о текущем состоянии этого проекта есть. Да, мы покажем сейчас ролик о 23 сентября, чтобы у зрителей было понимание, как сейчас все это выглядит. И Мария, я думаю, в чате поделится ссылкой, где можно следить в режиме реального времени, как это все происходит. Итак, давайте запускаем ролик. Итак, это... Это вестероны, апартаменты. Да. Еще разочеку в двух словах. Когда они будут достроены, сданы? Первый квартал 22-го года. Ориентировочно январь-февраль. Тоже здесь упомянула, в конце октября у нас будут полностью готовы выставочные апартаменты. То есть при открытии границ можно приехать уже вживую на все это посмотреть. Итак, давайте тогда все-таки, собственно, чуть более подробно о том, а что представляют собой эти апартаменты и что потенциальный покупатель может приобрести. Так, да. У нас, значит, к покупке доступно 65 апартаментов. Ну, на данный момент уже не 65. По последним данным, мы уже 30 апартаментов у нас либо уже проданы, либо находятся на стадии резервации. То есть, да, у нас доступно 70% от этих 65 апартаментов. Здесь на выбор вам доступны либо односпальные сьюты, либо односпальные апартаменты, либо двуспальные апартаменты. По дизайну они ничем отличаться не будут. Отличаться они будут по площади и по наполнению. То есть в некоторых апартаментах у нас бассейн, вот как, например, на всех первых этажах, да, будут бассейны. Что повыше будут джакузи. Собственно, у владельца апартаментов на первом этаже есть бассейн. Бассейн. Все, что повыше, есть джакузи. Ну, по сути, ничем не отличается, да, на наполнение. Несколько слов о отделке и о внутреннем устройстве. Вы сказали, что никакого выбора как такового здесь нет, поскольку это именно отельная история. Да, то есть, к сожалению, вы свою мебель поставить не сможете, так как апартаменты, они продаются вместе с мебелью. Вы будете обязаны приобрести пакет мебели, потому что апартаменты ваши будут находиться в рамках Виссерой, и они должны соответствовать всем критериям именно этой люксовой сети. И то есть дизайн все будет в рамках Виссерой. В двух словах давайте все-таки уточним. Еще раз вопрос по поводу номер гостиницы. То есть номер гостиницы купить нельзя, но что можно? Как все-таки эта история работает с точки зрения управления? Да, смотрите, важно разделять Виссерой, да, гостиничный комплекс. У нас будет доступно 75 гостиничных номеров для гостей. Они недоступны к продаже. Эта собственность будет Виссерой. И 65 апартаментов, которые уже доступны к продаже. То есть будут две разные истории. Именно гостиничный номер вы купить не сможете, только апартаменты. Перед тем, как перейти к ценам, я предлагаю все-таки еще одну, на одну еще обратить внимание, ну, она важная. В общем, считается и небезосновательно, что когда вы покупаете объект, тем более, что мы сейчас будем говорить и о доходности тоже, может быть, качество объекта, безусловно, важно, но ни чуть не менее важно, кто этим объектом управляет. Ну, слово Виссерой, которое вы сказали, оно, возможно, известно не всем, поэтому я просто прошу несколько слов об этом. Кто такие, что это за ребята? Да, Виссерой – это достаточно известная именно люксовая сеть отелей, только пятизвездочные отели. Они занимаются не только строительством отелей, но и управлением. Да, отели – это вот наша именно история Амбри. Сейчас у нас у Виссерой 14 отелей. Возможно, кто-то отдыхал в отелях. В основном они у нас представлены в Карибском регионе, в Мексике и в Соединенных Штатах. То есть в Европе эта история новая. Первый отель вот появится у Виссерой как раз в Португалии. И компания работает с 99-го года, то есть уже заслужила свою репутацию, уже опытная компания по управлению. Значит, иными словами, когда я хочу приобрести, допустим, эти апартаменты, я их сразу отдаю в управление? Да, когда вы приобретаете, вы будете обязаны подписать туристическое соглашение именно с Виссероем на управление. То есть вы даете разрешение сдавать ваши апартаменты в аренду, когда вы в них не проживаете. Ну и вот уже несколько вопросов пошло. Давайте еще разочек уточним, как долго добираться до Фару и до Лиссабона. До Фару у нас это 20 километров, ну, 20 минут на машине, по трассе. До Лиссабона 2-2,5 часа на машине. На поезде 3 часа. И давайте тогда о главном, о ценах. Да, самое важное, я думаю. Да, здесь вот такая выжимка на слайде основной информации. Если вы обратите внимание, цены у нас сейчас начинаются от 325 тысяч. Это цены за апартаменты, не включая мебель. Плюсом, да, вот я видела вопрос, что вроде спрашивали про пакеты. На сьют 35, на односпальные апартаменты 45, на двуспальные апартаменты 65 тысяч евро. Опять же, цены примерные. Что входит в пакет? Пакет мебели? Это что? Это все. Нет, окей, ну, примерно. Это кухня, это там оборудование для спальни, там какие-то там картины, стампы на... Да, то есть сдаются апартаменты под ключ, полностью у нас экипирована кухня, все дизайнерские решения, вся мебель. То есть вы заезжаете в готовую квартиру с готовой мебелью, здесь вам ничего докупать уже не придется. То есть от и до упакована у вас будет квартира, ваши апартаменты. Итак, давайте посмотрим еще разочек цена. Значит, цена написана 325-900. Цены на мебелировку дополнительно? Или они включены в... Да, это дополнительно плюсом. Простая математика, 325, прибавляем 35, и, соответственно, у нас получается 360. 360 – это не сумма под ВНЖ. Да, да. Соответственно, базовая история, она не под ВНЖ, то есть под ВНЖ надо или искать какой-то вариант, который у вас есть, который будет стоить 500, либо под двое базовых апартаментов. Да, все верно. То есть здесь золотая виза не ограничивает вас в количестве апартаментов, вы можете на эту сумму набрать 2-3 объекта, либо единовременным платежом сразу же приобрести одни апартаменты, превышающие данную сумму. Тогда следующий момент, ну и, соответственно, следующий слайд по тому, как организовывается оплата, когда я должен заплатить и как вот эти сроки оплаты связаны с получением ВНЖ. Да, значит, как у нас начинается вся эта история? Да, что начинается? У нас есть потенциальный покупатель, мы с ним созваниваемся, мы подбираем недвижимость под его бюджет, под его цели, что это, золотая виза, либо инвестиции, либо ПМЖ. Определяемся уже на апартаментах, все это можно сделать удаленно, то есть ехать никуда не нужно. У нас есть все технологии для этого, есть 3D-туры, есть специальное приложение, где можно походить, пощелкать, именно посмотреть, заглянуть внутрь каждого апартамента. То есть такая 3D-модель, это все мы сейчас удаленно этим занимаем. И, значит, мы определились на апартаментах, и мы их резервируем, то есть мы подписываем с вами резервационное соглашение. Важно отметить, что сейчас мы подписываем еще пререзервационное соглашение, которое не требует никаких дополнительных вложений. То есть, например, вам понравились, грубо говоря, апартаменты номер 100, мы их за вами резервируем, вы ничего не вносите, но если появится другой покупатель, который также хочет приобрести данные апартаменты, у вас будет 48 часов, чтобы принять решение. Либо вы отказываетесь, либо вы уже идете дальше по процессу и подписываете резервационное соглашение, и вносите депозит 10 тысяч евро. Он возвратный. То есть если на каком-то этапе до подписания вот так называемого промиссари контракта, да, то есть это контракт, обещание на покупку, потому что у нас все находится в этапе строительства, вам этот депозит мы вернем. Далее депозит вы внесли, все, прошло время, вы понимаете, да, хочу, беру. Мы подписываем с вами данный контракт, промиссари контракт, и вы вносите 25% от стоимости за вычетом депозита, и дальше мы идем, да, по процессу, да, при завершении несущих конструкций, при отделочных работ и уже в купле-продаже вы вносите по 25%. Опять же важно отметить, да, если вы хотите сразу же параллельно податься на золотую визу, вы, да, с 25% не пойдете. То есть вам все-таки придется внести сразу при подписании промиссари контракт сумму, да, 500 тысяч. Ну, то есть как бы разговаривать с вами с этой точки, государство португальское начнет разговаривать по этому вопросу после внесения уже вот этой... Да, либо вы ждете, либо вносите сразу. Ну и тоже важный вопрос, есть, собственно, базовая цена, ты можешь купить там за 325 плюс 35, то есть 360 ты можешь купить за 400, за 500 и так далее. Дополнительные расходы какие, что придется заплатить сразу? Да, у нас тоже есть слайд по дополнительным расходам, так как тоже множество вопросов поступает. Что мы здесь оплачиваем? Очень важно отметить, что у нас гербовый сбор, да, который называется StamDuty, он у нас не взимается при покупке апартаментов в Амбрии. Далее собственник будет уже оплачивать налог на покупку, он равен 6,5%, да, и вот я здесь в скобочках приписала сумму на 500 тысяч, чтобы было представление, если покупать, да, апартаменты, то есть вы заплатите на покупку, да, 32 500, и дальше различные юридические взносы, они здесь варьируются, то есть, да, на оформление, на регистрацию у нотариата и прочее. Каждый адвокат, он берет собственную плату. Но по опыту, да, мы работаем вот с адвокатом, он берет на оформление золотой визы, да, например, полторы тысячи, полторы тысячи евро, на все бумаги, связанные с покупкой, он берет 0,8% от стоимости недвижимости. Но опять же все разнится, да, вот в этом диапазоне. Диапазоне. Это вы вносите налоги и взносы при покупке, это единовременный, да, платеж. Далее у нас идут прочие налоги, это ежегодные налоги, которые вы будете оплачивать, это налог муниципальный на недвижимость, 0,3% от стоимости так называемого валер патроминюаль, но это, по сути, равно стоимости недвижимости, это стоимость ваших апартаментов со стороны налоговых органов, она может отличаться. Это будет все прописано в контракте, она может быть меньше, может быть больше. Да, то есть, и... Перескочили, а можно вернуться дальше? И налог на прибыль, это самое основное. Это налог на прибыль от аренды, он в среднем составляет, не в среднем, да, он составляет 25%, но, опять же, по опыту адвокат может сделать так, что у вас налог, есть множество лазеек, будет составлять 20%. Да, нужно, наверное, поговорить о доходности в этом плане, да. Мы о доходности обязательно сейчас скажем, просто поступили вопросы уже по вилле, давайте тогда поступим следующим образом. Мы с вами сейчас несколько слов поговорим о виллах, тем более, что они тоже сейчас уже к продаже доступны, и после этого, собственно, поговорим про то, почему вы этот проект позиционируете как инвестиционный, а не только как проект под ВНЖ. Итак, давайте тогда перейдем к виллам. Виллы у нас будут чуть-чуть... 12 роскошных вилл, но на картинке и на видео мы их пока еще не видели. Да, то есть у нас видео посвящено было Виссерою, апартаментам, но виллы будут вот таким образом на схеме. Вилла C1, она у нас будет также готова в октябре-ноябре, она будет выставочной виллой, то есть можно будет приехать после открытия границы, посмотреть, походить. Опять же, есть у нас 3D-тур очень хорошие виллы, виллы C2, мы можем тоже отправить, кто заинтересован, вы можете походить, погулять, посмотреть все, как это будет выглядеть вживую. Да, история с виллой у нас немножко другая в плане именно и доходности строительства. То есть если у нас апартаменты готовы в первом квартале 2022 года, то вилла строится под вас. То есть мы находим собственника, который заинтересован в покупке, и после заключения промиссари контракта, о котором мы уже говорили, начинается именно строительство виллы. Вилла строится у нас от 12 до 14 месяцев именно под вас. Это огромный плюс, потому что вы на этапе разработки проекта можете внести свои изменения. Если вы никакие изменения вносить не хотите, вы можете взять уже готовый проект, то есть все виллы 12, они уже с готовыми дизайнерскими проектами, но опять же, вдруг вы хотите разместить спальню, например, не знаю, в этой комнате, да, или на втором этаже, или рядом с бассейном. То есть здесь уже дизайнеры, архитекторы будут подстраиваться под вас. Как технически сейчас общаться с дизайнерами? Общение с дизайнерами – это люди творческие, это вопрос всегда такой немножечко нервный. Все сейчас происходит удаленно, мы тоже общались с дизайнерами удаленно, они высылают 3D-модель, как это будет выглядеть, и уже потом собственник вносит свои коррективы, дизайнер проект изменяет и вновь на одобрение вам высылает. Все-таки давайте тогда уточним, вот что можно поменять в виллах, что нельзя, то есть в какой степени я там хозяин своей судьбы, тем более, что, как я понимаю, на данный момент у меня есть просто вот участок земли, я покупаю участок и определяю, что на этом участке будет вот такая-то вилла, или это не совсем так? Не совсем, то есть внешнюю конструкцию вы поменять не сможете, потому что виллы, они у нас вписываются именно в общий проект, то есть они все белого цвета, то есть вы красные, да, их не перекрасите, как вы не хотите, но все внутреннее содержание вы поменять можете. Куда сделать бассейн, куда сделать спальню, да, куда поставить гараж, то есть это вы поменять, в принципе, сможете. Ну и фотографии мы видели, фотографии это еще, по сути, рендер. Как происходит? Вот, предположим, заинтересовался покупатель, или давайте тогда сначала о ценах все-таки поговорим, а потом уже о том, как, собственно, решить вопрос по приобретению. Итак, здесь у нас порядок цен, конечно же, отличается, то есть у нас самая дешевая вилла, да, как вы видите, начинается от 2 миллионов, да, с половиной тысяч евро и вплоть до 4 миллионов. Почему такой разброс? Потому что виллы абсолютно все разные и по площади, и по наполнению. У нас есть вилла, самая маленькая, она на 3 спальни, есть самая большая вилла, она на 7 спален. То есть здесь есть где разгуляться по выбору именно. Цены от 2,5 миллионов до 4. То есть вы автоматически попадаете под золотую визу. Понятно. Как происходит, это значит налоговая история, а как происходит у нас оплата в данном случае? Схема оплаты, она очень похожа на оплату апартаментов, то есть разбиваются платежи на 4 части, также вносится у нас депозит, и здесь у нас просто идет по месяцам, да, то есть через 3, через 7, через 12. Опять же, вы можете внести всю сумму сразу. Именно оплата по вилле, она оговаривается отдельно с каждым покупателем, потому что это все-таки индивидуальная история. Ну и, соответственно, вот с того момента, как я подписался, вот с момента внесения резервации начинается строительство. Когда начнется строительство и когда оно закончится по факту? Строительство начинается с момента подписания промиссари, вот этого контракта обещания, потому что депозит, он возвратный. То есть вы в любой момент можете передумать, а вилла уже строится. То есть, соответственно, вы когда подписываете промиссари, это уже гарантия того, что это будет ваша вилла. Ну и тогда вопрос по дополнительным расходам в данном случае. Они, насколько я понимаю, очень похожи по большому счету. Они очень похожи, да. Единственное, здесь отличаться будет налог на покупку. То есть если апартамент это 6,5, для вилла это 6% максимум, там прогрессивная ставка, она будет меньше, потому что это недвижимость считается для постоянного места жительства. Потому что в виллах вы можете проживать без каких-либо ограничений. То есть для апартаментов у нас есть ограничения, да, я думаю, мы тоже об этом поговорим, да, 10 недель вы можете проживать. Вилла это ваша собственность, вы можете проживать круглый год. Вот давайте тогда об этом сразу же еще разочек, чуть более подробно. Обязательства и взаимоотношения по проживанию, да. Какие есть, если мы говорим об апартаментах? Да, то есть если вы берете апартаменты, вы, я уже как сказала, будете заключать туристическое соглашение с Виссерой, передавая все права на управление вашей собственности и сдачу в аренду. Это подразумевает, что вы не можете проживать весь год ваших апартаментов. Вы проживаете максимум в год 10 недель. Причем тоже важная особенность, вы можете проживать эти 10 недель в разброс. То есть вы не можете все 10 недель жить в высоком сезоне. То есть 2 недели в высокий сезон, 3 недели в средний сезон, 4 недели в низкий сезон. То есть есть такая градация. И получается 10 недель, все, в остальное время ваши апартаменты, они доступны для аренды. Ну, а вилла, как вы уже сказали, то есть тут я сам себе хозяин, я заключаю договор и могу там сказать, окей, вот я там летом хочу жить, а все остальное время сдавайте. Да, то есть здесь уже собственник, да, вправе решать, ну, например, у апартаментов 10 недель, у виллы ваши решения. То есть вы можете жить месяц, остальные сдавать, опять же, но здесь у вас нет никаких обязательств. То есть это ваша личная инициатива подписать управленческое соглашение с Виссероем и, да, и с Амбрией, которые будут управлять вашей виллой от вашего имени. Ну, и тогда, пожалуй, самый такой интригующий момент, когда, ну, Ксения рассказывала мне о, перед нашим вебинаром, собственно, о проекте, ну, мне показалось, что это действительно будет наиболее интересным, это, собственно, взаимоотношения с управляющей компанией и те условия, которые она предлагает по управлению. То есть сколько можно заработать, ну, или, по крайней мере, в данном случае, там, может быть, не потерять, это вопрос весьма и весьма важный. Пожалуйста, что гарантируется в случае, если мы покупаем эти апартаменты? Да, при покупке апартаментов управляющая компания гарантирует вам 5-процентный ежегодный возврат инвестиций. То есть каждый год вы будете получать в течение первых 5 лет 5% от стоимости ваших апартаментов нетто. То есть это уже за вычетом всех расходов. То есть я тоже видела еще в чате вопрос, сколько стоит управление, да. Вам не нужно об этом будет задумываться, потому что это будет все вычитаться автоматически. Конечно, мы можем прислать, сколько стоит там клининг, чистка бассейнов, вот этот взнос на управление. Но, опять же, это все будет вычитаться, вы получите ваши 5% чистыми. И очень важно здесь отметить, что это минимум. То есть если ваши апартаменты принесли в течение года доход больший, то вы получаете больше 5%. Платеж у нас разбивается на две части, по 2,5%, то есть через 6 месяцев и через 6 месяцев. Грубо говоря, у нас Виссеро открывается в январе 2022 года. Первый платеж вы уже получите в июне, следующий вы уже получите в декабрю. Это первые 5 лет, то есть у вас есть гарантия возврата ваших инвестиций, то есть 25% от ваших апартаментов вы вернете. Единственная издержка – это налог. Это уже ваша ответственность. Как я уже говорила, налог – это 25%, но при каких-либо уступках адвокат может снизить этот налог до 20%. Значит, вот это и есть то самое, то, что называется гарантированная доходность. Да, это гарантированная доходность в течение 5 лет. Это достаточно привлекательные условия в рамках… Как я фиксирую, кто ее гарантирует, как я на ранней стадии, что я должен подписать, вернее, и с той стороны, что подпишется? Эта гарантия будет включена в туристическое соглашение с Виссероем, то есть управляющей компанией. Управляющая компания вам гарантирует данную выплату. То есть вы будете подписывать два документа – туристическое соглашение и договор купли-продажи. Вот вопрос, зрители спрашивают, почему не один раз, видимо, прозвучало. Виллы мы покупаем собственность, а апартаменты мы тоже покупаем собственность? Да, да, это ваша собственность только с ограничениями по проживанию в ней. То есть вы можете продать, потом делать все, что угодно с этими покупками. Окей, вот тут как раз и вопрос. Продать, вот здесь есть какого-то рода ограничения. Хорошо, я купил, я поиграл с этим, потом я понял, что это не мое, мне это неинтересно. Ну или как бы нашел какой-то другой вариант, более интересный для меня с инвестиционной точки зрения. Какие требования здесь, и кто мне поможет продать или никто не поможет, какие здесь условия возможны? Да, здесь есть несколько важных моментов. То есть если вы покупаете апартаменты для золотой визы, и не только для инвестиций, вы их не сможете продать в течение пяти первых лет, потому что у вас золотая виза аннулируется. Главное условие продления золотой визы – это вы должны обладать вашей инвестицией в течение пяти лет минимум. Это первый момент. То есть и далее момент второй. Если вы продаете, да, вам не важна золотая виза, вы покупали не для этого, вы покупали для инвестиций. И через год после покупки вы решили продать. Вы можете это сделать либо самостоятельно, либо через висыро, они могут вам оказать все риелторские услуги, да, вы только заблаговременно уведомляете об этом. Но следующий собственный теряет гарантию выплаты пятипроцентной. То есть именно этот гарантированный пятипроцентный доход, он у нас распространяется на первого собственника. То есть при продаже это аннулируется. То есть есть вот таких два важных момента. Вопрос про 25% от общей стоимости ежегодный налог. Я не помню, чтобы вы говорили про общую стоимость, видимо, неправильно нас поняли. Это 25% от прибыли от аренды. А это не от стоимости объекта, естественно? Нет, это, да, 25% это налог, обычный налог на прибыль. Окей. Ну и тогда, ну, важный вопрос. Все-таки мы сейчас живем, понятно, в какое время, и все мы хотели уже тысячу раз съездить в Португалию, но съездить пока не можем. Все-таки как происходит, то есть почему есть уверенность, что этот проект и дальше будет, в общем, такой востребованный, да? Все-таки не самое бодрое время с точки зрения туристической недвижимости и отельной в том числе. Ну, мы тоже говорили об этом с Амбрией, и цифры сами говорят за себя. Продажи мы открыли в декабре 2019 года, и сейчас уже к октябрю, учитывая всю нестабильную ситуацию в мире, мы уже продали либо зарезервировали 30% апартаментов. То есть я думаю, что это достаточно внушительная цифра. 30% апартаментов, они уже у нас ушли с прямых продаж. И, в принципе, застройщик, да, и инвестор, они достаточно уверены, что проект будет развиваться, потому что Амбрия – это единственный пока в Португалии именно проект такого масштаба, пятизвездочный под управлением весерой, да, люксового бренда, и который предлагает такие апартаменты именно такого уровня, еще с новым Гольф-поле, то есть фольгаровые, аналогов нет. В Португалии, возможно, мы найдем, может, какие-то отельные истории, но именно такого масштаба в Португалии пока еще нет. Вопрос. Вот летние школьные каникулы – три месяца. Сколько из этого времени на практике придется, ну, получится жить в своих собственных апартаментах по факту? То есть, смотрите, в июне вы можете жить три недели, и высокий сезон – две недели, то есть пять недель. А что называется высоким сезоном? Да, высокий сезон – это июль-август, средний сезон – это май, июнь, сентябрь, октябрь, все остальное считается низким сезоном. Вопрос. Пять процентов гарантированной доходности начинает выплачиваться сразу или только после того, когда апартаменты построены, начинают сдаваться в аренду? С какого времени они начинают выплачиваться? Да, то есть я уже говорила, то есть пять процентов вы получите в июне, если апартаменты, да, открываются в январе, то есть с момента открытия. Не с момента сдачи в аренду, да, потому что это будет независимо, у вас есть гарантированный этот доход, а с момента открытия. То есть в 22-м году вы точно получите ваш доход. Окей. Но вот идут тоже некоторые вопросы там по налогам. Я думаю, что мы можем тоже чуть более подробно в материале этот вопрос осветить. Действительно правильно, там, ну, доли процентов, в данном случае мы о порядке скорее говорили, насколько я понимаю, а не о конкретной цифре, там, ну, 25-26. Да, потому что это все очень индивидуально, опять же, адвокаты, они снижают эту ставку, и уже конечную ставку на вашу прибыль, да, сколько будете платить, будет зависеть от вашего адвоката и от тех документов, которые он будет предоставлять налоговую службу. Окей. Ну, на самом деле, мы там, по большей части, рассказали о том, что у нас есть. Давайте поступим следующим образом. Будем, на самом деле, так, подводить, скажем, такие итоги. У нас уже завершающая часть нашего вебинара идет. Важный вопрос. Предположим, заинтересовались клиенты, приехать посмотреть они все-таки не могут в настоящий момент. Еще раз, как происходит вся процедура покупки, вот что сейчас человек может сделать, что он не может, как он может, с чем он может познакомиться, пожалуйста, еще несколько слов об этом. Вся покупка может у нас быть осуществлена удаленная, у нас уже такие случаи были, то есть приезжать в Португалию не нужно. Единственное, что от вас потребуется, это доверенность нотариальная на адвоката Амбрии, которая сделает все за вас, то есть все оформит документы, он вышлет шаблон, который вам необходимо будет оформить в России и будет сопровождать вас от этого процесса. По ходу, вернее, всего этого процесса приезжать здесь вам в Португалию не будет, то есть нет никакой необходимости. Все апартаменты вы можете выбрать удаленно, благодаря нашим виртуальным 3D-турам, благодаря нашему приложению, нашим фотографиям, нашему видео. Если вы не уверены, все-таки вы предпочитаете приехать, сходить в наш офис, у нас сейчас офис в Португалии работает в штатном режиме, то вы можете на данном этапе зарезервировать апартаменты и не торопиться с подписанием вот этого промиссария контракта и подождать открытия границы. Как меняются цены на ваш проект? Ну, по крайней мере, вы же запустили его довольно давно, то есть, по сути, он уже два года с момента, ну, по крайней мере, первого объявления, первого анонса. Как меняются цены и какова динамика ожидается в ближайшее время? Продажи мы начали в декабре 2019 года, после этого цены мы подняли уже на 5%. Стартовая цена у нас апартаментов была 300 тысяч, 300 тысяч евро, то есть сейчас мы уже говорим о сумме 325 тысяч евро, то есть, да, плюс 25 тысяч евро у нас рост цены был. На данный момент мы планируем поднятие цен еще на 5%, это будет либо конец октября, либо ноябрь, либо начало декабря, об этом мы, конечно же, сообщим потенциальным покупателям, еще на 5%, в 2021 году планируется поднятие цен еще на 5%, и в момент открытия, да, если будут еще какие-то апартаменты доступны, на них цена вырастет на 10%, то есть, получается, на 20%, да, 5 плюс 5 плюс 10, на 20% к открытию цена еще возрастет на апартаменты. Если я правильно понимаю, вопрос про сбор биометрических данных, безусловно, если мы говорим о виде нажительства, то надо... Мы говорим о покупке. Мы не надо приезжать с точки зрения покупки, с точки зрения покупки это можно сделать удаленно. Да, к сожалению, всю процедуру от начала до конца в Португалии пройти нельзя, но, собственно, в Европе, по сути, нигде нельзя. Да, еще вот единственный момент по покупке, там важен, какой вы будете выбирать банк, потому что некоторые банки требуют физического присутствия при открытии банковского счета. То есть, если вы не хотите приезжать в Португалию, вам нужно будет выбирать банк, который не требует вашего физического участия, где позволяется открытие счета именно со стороны адвоката. Как правильно было отмечено, при золотой визе вы все можете сделать удаленно, подать все документы, но на сбор биометрических данных вы обязаны приехать. И тоже даже за скобками сразу же скажу, до закрытия границ у нас очередь на сдачу биометрических данных могла затянуться до шести месяцев. Сейчас спроса меньше, мест, соответственно, больше. Сейчас уже можно записаться на сбор, да, там через месяц, через два, потом просто переносить эту дату. То есть это к вопросу, почему инвестировать сейчас, начать этот процесс сейчас. Ну что ж, давайте тогда немножечко подведем некий итог. Я, может быть, еще раз попрошу загрузить вот этот базовый ролик с рендерами, который, собственно, пока показывает, как это все будет, да, с тем, чтобы можно было уже немножко другими глазами посмотреть на этот проект. И, соответственно, после того, как мы его загрузим, я думаю, что просто еще пару вопросов тогда финальных зададим. Итак, пока сейчас ролик грузится, я попрошу просто, подводя небольшой итог. Итак, буквально то, что мы с вами 45 минут проговаривали. Так, нет, все-таки сейчас загружаем. Давайте посмотрим ролик тогда и потом уже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, проект Амбрия. Вот вопрос, а что имеют с продажи турагентов? Если к вам обращается кто-то с B2B, скажем, аудиторией. Умеется в виду агентство по продаже недвижимости, да? Недвижимости, ну, если просто кто-то, посредники, давайте так. Да, Амбрия заключает брокерское соглашение с посредниками и дает комиссию на продажу. 5% комиссию дает Амбрия, но, опять же, этот процент может оговариваться индивидуально. Но по практике это 5% брокерское соглашение. Окей. Ну, я предполагаю, что поскольку вы являетесь представителем Амбрии, просто можно с вами связаться. Я думаю, что контакты, а контакты, собственно, у нас в чате уже опубликованы. То есть вы здесь сейчас работаете, ну, не всегда оффлайн, но, по крайней мере, в этом удаленном режиме с вами связаться и сейчас. Да, да, мы всегда на связи, мы работаем, можем связать именно с Амбрией для подписания как брокерского соглашения, да, таких потенциальных покупателей. Мы за наши услуги никаких, да, никакой платы мы не берем. Наши услуги бесплатные. Окей. Ну, давайте тогда действительно подведем итог. Итак, несколько базовых параметров в проекте. Вот представим себе, что буквально за 1,5 минуты нужно рассказать все то, что мы с вами обсуждали последние 50 минут. Ну, цены, условия, местоположение, сроки. Так, значит, Амбрией Резорт, юг Португалии, регион Альгарве. У нас он находится в проекте недалеко от Фару, международного аэропорта, и ближайший городок, это Луле, ближайшая цивилизация, да, если кто-то спрашивает об этом. К продаже у нас доступны апартаменты и виллы на данный момент в рамках первой фазы. Апартаменты у нас находятся под управлением Виссероя, это бренда, да, пятизвездочных отелей. При покупке вы получаете гарантированный 5-процентный ежегодный доход в течение пяти первых лет от Виссероя при подписании туристического соглашения. Далее по оценкам этот доход будет составлять 6%, если вы не занимаете данные апартаменты, да, то есть если у вас весь год они находятся в пуле для аренды. Если вы живете все 10 недель, доход будет 3-4%. Это пока такие цифры, да. Ориентировочно, да. Мы покупаем апартаменты, чтобы получить либо доход, либо получить золотую визу. То есть здесь две цели для покупки. Золотая виза у нас приобретается при покупке от 500 тысяч евро. Удаленно можно оформить практически сейчас все, кроме биометрических данных. Покупку от и до можно оформить также удаленно. И второй вариант, если кто-то ищет именно для постоянного места жительства, либо тоже для инвестиций. Но, опять же, вилла – это более сложная ситуация для сдачи в аренду. Но, тем не менее, если кто-то хочет перебираться в Португалию на ПМЖ, покупаем виллы. 12 вилл у нас доступны. Стоимость от 2,5 миллиона апартамента. У нас сейчас самая базовая цена – 325 тысяч евро. Еще хочу уточнить. Вот гарантированный доход, правильно ли я понял, он предполагает, допускает на протяжении 5 лет 10-недельное проживание. Потому что вы сказали, что вот после этого сумма может быть снижена. Да. Да, то есть вы можете проживать 10 недель, можете проживать 5 недель. Это не будет влиять на ваш гарантированный доход. Он за вами закреплен. Хоть что произойдет, 5 своих процентов вы получите. Ну, соответственно, проживать может, естественно, не только собственник. Он может просто передать ключи своим друзьям. То есть это не вопрос. Да, 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 своим друзьям, своей семье. То есть здесь с этим никаких проблем нет. Это все оговаривается. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, как вы обещали, в час примерно уложили, даже чуть-чуть меньше. Я благодарю Ксению Юркину за рассказ. Еще раз хочу напомнить, что в течение ближайших дней на пряне будет опубликован рассказ о комплексе, ну, и с координатами, с контактами обратной связи. Параметры, как можно связаться с Ксенией и ее коллегами, у нас в чате есть. Пожалуйста, если есть интерес, обращайтесь. Собственно, ну, если вам нужна какая-то дополнительная информация, в частности, я видел, просто есть запросы по презентации, как ее можно получить. Я думаю, что проще всего просто напишите напрямую нашим коллегам из российского представительства Umbria Resort, и они, соответственно, я думаю, в презентации точно не откажут. Да, то есть вся информация, 3D-туры, либо звонки, чтобы мы с вами походили по приложению, да, этому 3D и посмотрели, как это все выглядит, пожалуйста, пишите. Всю информацию мы предоставим. Также мы опубликовали объекты на Приане. То есть после вебинара вы можете зайти на Приан и посмотреть более подробную информацию. На данный момент я опубликовала три варианта, то есть одну виллу и два типа апартаментов, и постепенно я буду обновлять. Вы можете заходить, смотреть, читать информацию, задавать вопросы. Мы открыты. Ну что ж, ну и тогда такой важный момент. Как я понимаю, все равно мы сейчас с нетерпением ждем открытия границ, то есть многое можно сделать сейчас, купить можно сейчас, ВНЖ получить удаленно 100% невозможно, можно только начать эту процедуру. И, соответственно, после открытия границ можно посмотреть очно сейчас, ну и, естественно, речь может идти только о заочном просмотре. Сейчас о заочном, когда откроют границы, мы организуем инспекцию. Например, если вы хотите поехать посмотреть офис, посмотреть саму стройку, как это все выглядит, посмотреть выставочные апартаменты, потому что к этому времени они будут точно готовы, раз у нас в октябре это апартаменты, и в ноябре будет вилла одна готова, мы вас будем сопровождать. То есть именно не бойтесь языкового барьера, да, каких-то таких нюансов. Мы с вами поедем, вам покажем, вам все расскажем, вас со всеми познакомим, вы все посмотрите, и уже будете потом принимать решение. Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, Ксения Юкина, компания Umbria Desert. Я приглашаю вас и на следующий вебинар портала Прианру, в ближайшем месяце несколько их будет. И на этом прощаемся с вами. Сами читайте нас, полную информацию мы вам, безусловно, вышлем, всем, кто был зарегистрирован на наш вебинар. Ну, а все, кто приняли участие, собственно, не очень пообщайтесь с Ксением. Да, спасибо огромное. Спасибо вам за возможность поделиться информацией, рассказать о нашем замечательном проекте. Спасибо, ну и дай бог, до встречи в Португалии. Да, да. До встречи, до свидания. Всех увидим в Португалии. До свидания.